Всем привет! Сегодня наш пятый урок в небольшом цикле оживления животика. Меня зовут Лена Григорьева, я клинический нутрициолог. Надеюсь, вы посмотрели все предыдущие четыре видео, сделали все практики со мной, интегрировали их в свою жизнь и делаете их регулярно с утра после пробуждения. Сегодня наш заключительный урок. Мы разберем с вами диафрагму, точнее как ее тренировать, как ее оживлять, потому что часто бывает, что эта мышца, несмотря на то, что она есть в нашем теле, она не работает, она заморожена, либо работает частично. Наш мозг устроен таким образом, что если мы не пользуемся какой-то мышцей, неважно это двигательная мышца, либо это постуральная мышца, либо это дыхательная мышца, если мы не пользуемся этой мышцей, значит тело ее выключает и не тратит ресурс на ее содержание. Таким образом, очень часто бывает, что отключается диафрагма, и нам приходится дышать легкими. Почему это часто происходит у женщин? Потому что во время беременности плод давит на органы, плод давит на диафрагму, нам трудно дышать, и мы переводим свое дыхание вверх, в грудную клетку, в легкие, и этот паттерн неправильный по сути остается. Мы перестаем дышать животом, мы перестаем дышать ребрышками, мы начинаем отправлять вдох в верхнюю часть легких. И после родов такой паттерн дыхания, к сожалению, очень часто остается у женщин. Плюс, если во время родов у вас были неестественные роды, было кесарево сечение, то это еще один повод диафрагме заблокироваться, потому что происходит укорочение мышц по передней стенке брюшной. И диафрагме трудно работать, мы перестаем дышать так, как нам привычно. То есть, паттерн дыхания идет в три этапа. Сначала мы надуваем немножко животик, затем перемещаем вдох в нижние ребра, и затем в легкие частично. Помимо шрамов на животе, еще очень сильно влияет на работу диафрагмы травмы головы. Если у вас когда-либо были удары, может быть сотрясения, может быть какие-то травмы, те же самые операции, шрамы на голове, все это может влиять на работу диафрагмы. Она может отключиться частично, либо заморозиться полностью. Если у нас поджимается диафрагма и ведет себя вот так вот заблокировано, то у нас поджимается перикард, и зажатая диафрагма очень часто бывает причиной инфарктов. Что еще может заблокировать диафрагму? Биохимические процессы. Если у нас есть интоксикация в теле, возможно мы что-то едим, пьем, курим. Это могут быть препараты, это может быть разовая акция, например, после какого-то вируса или инфекции. В общем, любой токсин, неважно каким образом он попал в наше тело, он уже может и выйти. Но диафрагма заблокируется, мы перестаем ею дышать, перестаем включать ее в дыхании, и она тоже замораживается. Неправильные позы. Если мы часто сидим в какой-то неровной позе, например, как я сейчас, либо девочки любят сидеть нога на ногу на стульчике, и, во-первых, у нас перекос идет в тазовых костях, и у нас идет блокировка диафрагмы, либо полностью, либо одного, другого купола ножек диафрагмы. В общем, там все стихийно, кому как повезет. Поэтому структурные изменения тоже могут заблокировать нашу диафрагму. К чему приходит заблокированная диафрагма? Во время вдоха мы не можем вдохнуть полной грудью, как говорится, да, не можем сделать хороший вдох, соответственно, мы не можем насытить себя кислородом, и в течение дня до 2 литров тело наше не получает кислород, соответственно, мы живем в гипоксии. Я покажу вам 5 техник, которые позволят снять спазм диафрагмы, позволят включить диафрагму, переучить диафрагму, точнее, переучить мозг работать с диафрагмой. Если он ее уже не видит, то мы можем ему показать, где находится диафрагма, включить ее в процесс дыхательный. Не сразу может получиться у вас правильное дыхание, не сразу вы можете почувствовать, как работает диафрагма, не сразу вы можете ощутить движение грудной клетки. Очень важно, чтобы вы, как и на любую дыхательную практику, из предыдущих уроков на мышечной практике, чтобы вы выделили себе на это время, дали себе это время и делали каждую практику осознанно. Нужно создать для себя такие условия, которые позволят вам погрузиться в свое тело. Это может быть приятная музыка, это могут быть приятные запахи, например, ваше любимое эфирное масло. Это должно быть спокойное психоэмоциональное состояние. Вас никто не должен дергать, никто не должен мешать, и вы должны сами дать себе минут 15 в день на то, чтобы делать эти практики. Прежде чем мы начнем делать наши практики, я хочу вас еще раз пригласить на свой онлайн-курс «Живой животик». Это практика для диафрагмы, которая приблизит нас максимально к тем практикам, которые мы будем изучать на курсе, это «Вакуум» и «Наули». А сейчас я покажу вам 5 простых практик, очень приятных, которые помогут вашей диафрагме включиться. Для этого нам понадобится вот какой-то небольшой поясочек. Желательно, чтобы была у вас возможность его как-то зафиксировать на себе, чтобы, ну, можно даже завязать. И нам понадобится какое-то утяжеление. Я подумала, что в домашних условиях подойдет какая-то тяжелая домашняя книга. У нас не у всех дома есть блинчики, гантельки, утяжелители спортивные. Поэтому берем то, что есть. Первое наше упражнение называется «Кошечка». Встаем так, чтобы колени оказались под тазобедренными суставами, локти под плечами. Начинаем округлять спину с копчика, затем крестец. Очень хорошо округляем подъясничный отдел, затем грудной, лопатки, плечи и шею. И затем раскручиваемся в обратную сторону. В этом упражнении мы расслабляем и тренируем мышцу диафрагму. Помимо этого тренируются мышцы спины, мышцы кор, это живот, поясница, боковые мышцы, зубчатые мышцы. Во время выполнения этого упражнения, когда мы округляем спину, мы можем пробовать его делать как на вдохе, так и на выдохе. Помните, что на вдохе у нас легкие расширяются, ребра расходятся в стороны и диафрагма опускается вниз. А на выдохе у нас наоборот, ребра сужаются, легкие поднимаются вверх и диафрагма поднимается вверх. То есть, по сути, это два разных положения грудной клетки, два разных положения диафрагмы. Попробуйте и в одном, и в другом положении делать это упражнение. Важно во время выполнения упражнений фокусировать свое внимание на области нижних плавающих ребер, там, где крепится диафрагма, и не отпускать фокус внимания именно с этой области. Продолжайте, делайте столько раз, сколько вам комфортно, удобно и позволяет время. И очень приятно и удобно после этого упражнения потянуться, бедра остаются на месте над коленями, руками вытягиваемся вперед и прогибаемся, растягиваем плечи и спину. Следующее упражнение позволит вам провести самодиагностику движения диафрагмы. Ложимся на спину, ножки свободно согнуты, руки кладем на нижние ребра и начинаем дышать. Во время дыхания чувствуйте, как расширяются ваши ребра. Если это движение может быть правая, либо левая часть диафрагмы, больше двигается, возможно, кто-то из вас вообще ничего не почувствует. Это значит, что диафрагма полностью заблокирована, и вам нужно вернуть правильный паттерн дыхания. Для этого во время вдоха мы надуваем животик, затем вдох, второй цикл, вторая фаза вдоха перемещается в ребра, и третья фаза мы перемещаем в грудную клетку. И так у нас вдох происходит в живот, ребра, грудь. И почувствуйте, как на вдохе у вас расширяются ребра. Попробуйте с каждым вдохом толкать ребра в ладони и попытаться вытолкнуть, как можно сильнее расширяем, раздвигаем ребрышки. Сразу может не получиться, но делайте это регулярно, все внимание отправляйте в ладони, и в один прекрасный момент вы почувствуете, как заработает ваша диафрагма. Для выполнения этого упражнения нам понадобится ремень, который мы приготовили. Завяжите его, застегните так, чтобы сдавить немножко ребра. Постепенно, со временем вы будете еще туже, туже, туже затягивать. Сейчас мы будем дышать, и наша диафрагма будет тренироваться с сопротивлением. Во время вдоха вы почувствуете, как ремень давит на ребра, или ребра на ремень, и пытаетесь раздвинуть ремень, пытаетесь расстегнуть его, растянуть. И если вы чувствуете, что хорошо получается, можете потуже застегнуть. Делайте это движение с осторожностью, потому что повышается внутрибрюшное давление. Наблюдайте за своим состоянием. Обязательно чувствуйте, что у вас в голове происходит, что в животе происходит. И постепенно делаем вдох, как на предыдущем упражнении, ребрами пытаемся растянуть ремень. Пришло время нашей книжки-помощницы. Мы кладем книгу на центральную часть живота, место, где у нас нижние ребра. Кладем по центру. И сейчас мы будем тренировать срединную часть диафрагмы. Кладем книжку так, чтобы было удобно. Руки лежат свободно, расслаблены. Корпус расслаблены, ноги расслаблены. Делаем вдох и выталкиваем книгу вот прям центральной частью живота, ребрами, пытаемся вытолкнуть книгу. Очень хорошее упражнение. Подойдет для тех, кто недавно был в большом весе, резко уменьшил объем живота. Может быть, это женщины после родов, либо люди, которые полные, и живот уменьшился, висцеральный жир ушел. Это упражнение очень хорошо поможет вам запустить диафрагму. И пятое упражнение поможет нам растянуть диафрагму, снять напряжение с позвоночника. Мы остаемся лежать в этом же положении и с выдохом медленно опускаем колени, оба одновременно, в правую и в левую сторону. Голова двигается в противоположную сторону. Делайте в свободном, в своем, удобном темпе. Никуда не торопитесь. Не старайтесь ускорить движение и за ним поспеть дыханием. Наоборот, мы замедляем дыхание и ноги у нас следуют за дыханием. Выдох и поворот. Кладем одну ногу на другую. Верхняя нога у нас, стопа натянут на себя, нога структурная. И мы продолжаем делать то же самое движение со скруткой право-влево. Голову поворачиваем в противоположную. Почувствуйте, как кайфово становится в спине, как уходит напряжение, как усиливается гибкость, увеличивается. Это очень приятное упражнение. Амплитуда чуть больше, чем в предыдущем упражнении. Меняем ноги. Точно так же стопа на себя. Нога в структуре. Колено тянем от себя. И продолжаем опускать ноги вправо-влево. Голова поворачивается в противоположную сторону. Плечи и лопатки стараемся удерживать на полу. Они пытаются приподняться, но наша задача оказывать сопротивление. Отлично. Теперь поднимаем две ноги. Стопы на себя. Ножки держим 90 градусов. Сейчас амплитуда движения увеличивается. Почувствуйте, как еще сильнее, еще больше растягивается поясница, позвоночник. Здесь у нас напрягаются мышцы живота, потому что нам надо ноги поднять, вернуть нас на место. Скорость не увеличиваем и поясницу не прогибаем. Тянем поясницу в пол, напрягаем мышцы живота. Следите за своим ощущением. Если вам недоступно пока это упражнение, можете его не делать. Делайте предыдущие с двух ног или нога на ногу. Заканчиваем наш небольшой комплекс. Прижмите ноги к себе, подкрутите копчик в компенсацию, расслабьте спину. Всего вам хорошего. До встречи на курсе живой животик.